Забастовка на шинам прокуратура Алтайского края заинтересовалась одним из крупнейших заводов в Барнауле. Не стеснялись выражениях. Очередное заседание по громкому делу о деприватизации кучук сульфата. Цены поднимутся, бюджетных мест станет больше. Что ждать от приемной кампании в вузах края? Более 16 миллиардов рублей выделят на строительство и капремонт соцобъектов и расходы по краевой инвестпрограмме. Изменения в закон о бюджете региона внес в ОКЗС Виктор Томенко. Кроме того, за счет краевого бюджета вырастет и стоимость жилищного сертификата для детей-сирот. Если до этого он составлял почти полтора миллиона рублей, то теперь чуть больше двух миллионов. Было принято решение распространить задним числом эту норму, это увеличение на все заявки, на все жилищные сертификаты, которые еще не превращены в жилые помещения, не оплачены. Прокуратура проверяет информацию о нарушении трудового законодательства в Барнаульском шинном заводе. По словам работников, они недополучают зарплату процентов на 80, отчего сотрудники даже ушли на короткую забастовку. А вернулись в цеха, признаются работники, под нажимом. Артем Гусельников продолжит. Вместо 70 тысяч – 15. Накануне работники шинного завода недополучили большую часть зарплат. По словам рабочих, выплаты сократили по требованию московского руководства. Оно сочло доходы завышенными. Это привело к забастовке в сборочном цехе. 15 февраля специалисты не вышли на смену. Председатель профсоюзной организации встречалась с работниками. Их основное требование – это полное погашение задолженности. Также она встречалась с генеральным директором, который сообщил, что задержка связана с проверкой, которую инициировали московские собственники. И что в ближайшие 2-3 дня заработная плата будет выплачена. Но, говорит Иван, проверки не могут оправдать невыплату или хотя бы задержку зарплат. Мы пытались связаться с работниками предприятия, но все они отказались давать комментарии на камеру. Боятся совсем потерять работу. Однако нам удалось пообщаться с заводчанами не под запись. По их словам, проблемы с получением зарплат для них не в новинку. Например, 3 года назад руководство не выплатило деньги за уже выполненные работы. Сейчас они боятся того же. Вечером 16 февраля руководство предприятия якобы объяснило людям, что заморозке подверглась часть премии и надбавок. Заводчан попросили выйти в смены хотя бы до понедельника, чтобы руководство предприятия смогло обсудить этот вопрос с московским начальством. И многие действительно вышли. Но сделали это из-за того, что в случае продолжения забастовки им пообещали уволить начальника цеха. Несмотря на это, опять же, по словам работников, многие из них лишь создают видимость труда. Например, вместо условных 10 покрышек в день делают всего 2. Некоторые и вовсе ушли на больничные из-за нежелания работать менее чем за четверть зарплаты. Пока что они не обращались в надзорные органы. Ждут реакции московского начальства. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. 140 миллионов. Такую сумму планируют потратить на реконструкцию лыжного комплекса «Белочка» в Барнауле. И самое масштабное обновление, которое запланировано – новое административное здание, в котором будут жить спортсмены. В нем должны появиться полноценные раздевалки, душевые, новый спортзал и подсобные помещения для хранения лыж. Сделают новое стрельбище и обновят трассу. Закончить обновление планируют к 2024 году. Цитата. Акционеры Кучук Сульфата – перекупы, а прокуроры, под контролем которых проходила приватизация завода в 90-е, негодяи. Такова позиция Генеральной прокуратуры, озвученная в ходе очередного судебного заседания по нашумевшему делу. Сторона обвинения не стеснялась ни в выражениях, ни в подаче документов практически в последний момент. Из-за этого с бумагами не успели ознакомиться новые ответчики, привлеченные в дело после истребования 100% акций. Подробнее о заседании в нашем сюжете. Суд по резонансному и беспрецедентному делу Кучук Сульфата продолжается. Генеральная прокуратура не оставляет попыток отнять у владельцев акции предприятие, приватизированного еще 30 лет назад. И если сначала гособвинитель просил изъять 80% активов, то сейчас эта цифра увеличена до 100. Из-за этого к делу привлечены абсолютно все собственники. Среди них пенсионеры, получившие ценные бумаги десятилетия назад, и даже малолетние дети – наследники акционеров. Мой сын потерял отца, он получает пенсию в потере кормильца. И вот по праву представления от дедушки через отца, в связи с тем, что папа уже умер, ему пришли данные акции. Это основной и единственный источник дохода. Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Именно так написано на сайте прокуратуры, призванные эти самые права детей защищать. Но господина Маруценко это едва ли беспокоит. По словам представителя ведомства, владельцы скупали акции на вторичном рынке. И говоря об этом, гособвинитель не стесняется в выражениях, порой переходя даже на жаргонную лексику. Господа-опричники, они не являются привычными акционерами. Они являются перекупами, которые в течение длительного периода времени, на чем оставила генеральная прокуратура, консолидировала в своих руках 100% акции. Значение слова «перекупы» понимает каждый. Это те, кто покупает подешевле, а продает подороже. Однако прокуратура бросается таким словом в инвесторов, которые купили предприятия на грани банкротства и вложили в его обновление порядка 14 миллиардов рублей. Тогда, в 90-е, стоимость завода оценивалась всего в 400 миллионов. Сегодня аудиторы оценили кучук сульфат в 17 миллиардов. Но это еще не самое яркое прокурорское выступление. Личные оценки обвинителя подверглись и бывшие коллеги – прокуроры Алтайского края и Благовещенского района, которые в 90-е контролировали приватизацию кучукского сульфатного завода. Незадолго до суда, через нотариуса, они дали показания, что проводили в 90-х годах проверку по приватизации предприятия и признали ее законной. Все те живые сведения, которые были негодяями, представлены в качестве своих пояснений, мы ставим по сравнению объективность этих сведений. Уважаемый суд, я прошу сделать прокуратуре в данном случае замечание и исключить в дальнейшем судебном процессе такие пренебежительные негативные окраски высказывания. Такие высказывания от прокуроров, по словам адвоката, он слышит впервые за 22-летнюю практику. Мерещак, только присоединившийся к делу, защищает интересы двух пожилых ответчиков, привлеченных к слушаниям последними. Они были уведомлены лишь 30 января. Из-за этого времени на подготовку и полное ознакомление с материалами дела попросту не было. Также в ходе заседания прокуроры вновь подняли тему о незаконности приватизации из-за того, что кучуксульфат является добывающим предприятием. Однако, по словам ответчиков, завод при производстве сульфата натрия всегда занимался переработкой минерального сырья и относился к перерабатывающему предприятию химической промышленности. Прокуратура пытается в качестве доказательств данное дело представить документ в виде проекта постановления, который не имеет никаких правовых последствий. То есть это не документ в окончательном виде, это всего-навсего проект. Приступить к обсуждению дела по существу стороны так и не смогли, вновь ограничившись обменом документами. При этом прокуратура представила настолько большой объем бумаг, с которым у ответчиков не было возможности ознакомиться заранее и сформировать свою позицию. Поэтому все они просили дать им срок и перенести заседание. Я не могу сейчас оценить те документы, которые мы еще не видели, которые узнали только в данном суде заседания, их существование. И в принципе нам даже их просто, мы еще визуально даже не смотрели и не читали. Такой подход генпрокуратуры юрист считает злоупотреблением процессуальными правами. А сами судебные тяжбы по деприватизации уникальным для России случаем, который ставит под сомнение весь институт частной собственности. А значит победа обвинителя может запустить цепочку таких судов. Ведь большинство российских предприятий были приватизированы точно так же, как и кучук сульфат. Следующее заседание назначено на 15 марта. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Жители Барнаула жалуются на многофункциональный центр. Оформить документы на приобретение жилья, смену места жительства или открытие дела. Популярные услуги заставляют людей тратить дни на получение заветной бумаги. Можно ли изменить ситуацию и в чем причина проволочек, расскажет Дмитрий Дроздов. Свыше 200 услуг предлагают жителям МФЦ. Ежедневно туда поступают звонки, смс за консультацией. И все равно работает центр недовольный. Так Анастасия не смогла оформить прописку. Собиралась прописаться в дом, ну в общем, можно сказать, своей бабушки. Трижды пришлось прийти в МФЦ, там с интервалом в 2-3 недели, и прописку я в итоге в МФЦ так и не получила. Каждый раз была разная причина для отказа. При первом обращении ей сказали принести генеральную доверенность. После оказалось, что требуемый формат не принимает уже несколько лет. Доверенность на бабушку не помогла. О еще одной причине девушка узнала уже, собрав первоначальные документы. Чтобы мне прописаться, мне нужно спросить разрешение у своих соседей, которые живут за стенкой. То есть, почему опять же это не вскрылось сразу, то есть при первом же нашем посещении, да? Проблемы есть и у риэлторов. Представляете, то есть я своему клиенту должна сказать, который хочет всегда выйти на сделку здесь и сейчас. Слушай, подожди, до 4 марта в МФЦ нет свободных. Полный. Да, нет записи. Соответственно, я звоню в Росреестр и тут же меня записывают на сделку. У меня сделка завтра, в понедельник, во вторник сделка. Меня без всяких проблем записывают на сделку. Куда я пойду? Конечно, я пойду в Росреестр. Одна из причин этого текучка кадров объясняет в МФЦ. Новые сотрудники не готовы сразу к такому наплыву информации. Но заверяют в Центре, работу над этим ведут. Ежемесячно, несколько раз в месяц приходят представители органов власти. Мы обучаем, то есть мы наших сотрудников постоянно поддерживаем в тонусе, в таком правовом, да? Постоянно повышаем, ну, как бы, багаж знаний наших сотрудников. Администрация МФЦ советует перед приемом проконсультироваться онлайн в социальных сетях или позвонить. Но поможет ли решить проблему потери времени? Вопрос открытый. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Прекратить деятельность микрофинансовых организаций, которые загоняют россиян в кабалу и обрекают на нищету, предлагает партия «Справедливая Россия за правду». Законопроект внесен в Госдуму еще в 2020 году. А сегодня, накануне Дня социальной справедливости, о важности законопроекта напомнили в рамках Всероссийской пресс-конференции. К акции присоединились и в Алтайском крае. Микрофинансовым организациям россияне задолжали 241 миллиард рублей. Ну, чтобы вы понимали, до самого последнего времени бюджет Алтайского края составлял 100 миллиардов рублей. При этом за чертой бедности в России, по официальным данным только, проживает почти 20 миллионов россиян. И в связи с этим ситуация закредитованности вызывает все больше и больше опасения. Депутаты говорят, что примеров, когда люди берут небольшие средства, а возвращать приходится миллионы, множество. В основном, это люди пожилые, но есть и молодые. К примеру, чтобы одеть ребенка к школе, мать-одиночка взяла 70 тысяч, а в итоге оказалась должна 1 миллион 200. Скажем так, подвергается нападкам именно вот этих коллекторов. Именно вот этих вот мужчин, они постоянно приходят к ней, тарабанят в дверь, пугают ребенка и угрожают. Чтобы поддержать население, партия предлагает вместо микрофинансовых организаций вести справедливый базовый доход для россиян. И чтобы микрокредитованием занялись банки, чья работа давно отрегулирована. Спустя два года пандемии жители края так и не определились, какие меры защиты от коронавируса эффективны. СИЗы уже не обязательны, по указу Роспотребнадзора. А чему доверяют люди и что рекомендуют врачи в волну омикрона? Об этом в следующем материале. Скорость распространения омикрона пугает. Каждый день свыше 4 тысяч заболевших. И надежность маски еще более подвергает сомнению. А вы переболели коронавирусом? Сейчас болею. Вы при этом говорите, что маска помогает не заболеть? Вы знаете, что новый штамм омикрон, он через глаза идет. Поэтому в этом случае маска может не помочь. Но, тем не менее, ее носить нужно в местах общего пользования. Так где и в чем искать защиту? Два года барнаульцы вырабатывают свои рецепты здоровья. Маски и руки помогают. Перчаток у меня нет. Маска есть. Она помогает вам не заболеть? Ну, как? Так, двое умерли. Моих знакомых. Я пока живой. Все равно проходит вирус. Никакой защиты. Все равно нет смысла. Надо ходить в респираторах. На респираторах настаивают и эпидемиологи края. Говорят, это микрона они спасают в разы лучше. Крон-то как раз это инфекция верхних дыхательных путей. Правильнее носить респираторы. Они у нас используются от 4 до 6 часов. Это не требует такой частой смены. А вот к СИЗам требования спали. Прошлым летом Роспотребнадзор разрешил медикам в красных зонах не носить противочумные костюмы, которые серьезно осложняли врачам работу. Ведомство рекомендовало работать в удлиненном медхалате или защитном костюме. Медицинским работникам надевается обычная спецодежда пижамы. И сверху надевается комбинезон. То есть нету вот этого многослойного, многоярусного надевания спецодежды. Но у нас есть в воспиталях еще и чистая зона. И вот в чистой зоне можно ходить не в комбинезоне, а можно ходить и в хирургическом халате, и можно носить респираторы. И уже не одевать всю ту полную амуницию, в том числе для защиты глаз, которая сегодня есть. Тем не менее, медики советуют не забывать о мерах защиты и использовать их в совокупности. Маска в том же автобусе может и не помочь, если не обработать руки. Анна Рашагирова, Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Ведущие вузы региона увеличат количество бюджетных мест в этом году. Университеты уже готовятся к приемной кампании, которая начнется через несколько месяцев. И в университетах уже готовы рассказать о нововведениях этого года. Подробнее в сюжете. Василий Сачивка – ученик Центра научного творчества «Наследники Ползунова», который находится на базе политеха, куда и собирается поступать Василий. До последнего звонка осталось всего ничего. Впереди ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку, чтобы поступить на приборостроение. Сейчас все меньше людей видят смысл в высшем образовании. Просто потому, что диплом сейчас не самое главное, а важны навыки. А навыки как раз даются в средних профессиональных учреждениях. В прошлом году в политех поступило почти 2500 студентов. В университете, говорят, каждая приемная кампания не похожа на другую. В этом году вузе будет почти на 150 бюджетных мест больше, чем в прошлые годы. Бесплатно сможет поступить почти 1900 студентов, если считать вместе с филиалами политеха. А вот цены за обучение поднимутся в среднем на 10 тысяч. Есть и еще один важный пункт приемной кампании этого года. По техническим направлениям, если раньше третий предмет по выбору был ограничен либо физикой, либо информатикой, в настоящий момент планируется добавить, помимо этих предметов, еще химию и иностранный язык. Если говорить об Институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии, то там еще, помимо прочего, доступна возможность сдачи биологии. У вас в классе многие собираются сдавать физику? Такие люди есть. Не то чтобы их много, но они есть. Но это прям какие-то единицы? Да, потому что предмет сложный сам в себе и на ЕГЭ очень большой фактор случайности. К приемной кампании уже вовсю готовятся и в педагогическом университете. Количество бюджетных мест здесь тоже увеличат и тоже на 150 человек. В учреждении подготовили для абитуриентов много новых специальностей. Традиционно ждут высокий спрос на лингвистику и спортфак. Кстати, у будущих студентов по-прежнему есть возможность подавать документы через почту и портал госуслуги. Чаще такой возможности пользуются абитуриенты из других регионов. Наши люди в основном стараются приехать. Ну вот почему-то такой менталитет, у нас стереотип. Маме проще поговорить, увидеть, так скажем, глаза в глаза. У нас вот с этим дистантом увеличилось количество людей из других регионов. Это дало существенный такой скачок, особенно Кемерово, Новосибирская область. Но у нас есть случаи, когда у нас из соседнего дома на молодежный подают онлайн и сдают экзамен. Но это право поступающих. У школьников, которым вот-вот придется сделать главный выбор в своей жизни, остается все меньше времени на подготовку. Ведь уже совсем скоро вузы Алтайского края начнут нешуточную борьбу за мозги лучших абитуриентов региона. Ирина Корчегина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. В этом году у одного из самых старых танцевальных коллективов Барнаула юбилей. 50 лет исполнится студенческому ансамблю «Фантазия». К полувековому празднованию готовятся основательно, чтобы удивить любимого зрителя. Для постановки нового танца даже пригласили красноярского хореографа. Полетели. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Ясно, что должно быть. Четкие движения и новое видение. На сцене педуниверситета рождается новый танец. Девушки из ансамбля «Фантазия» репетируют более старательно. Впереди у них сразу два ответственных мероприятия. В марте коллектив народного танца празднует свой юбилей 50 лет. А уже в апреле примет участие в ежегодном студенческом фестивале. На этот раз танцевальный номер ставит не только их руководитель. «У каждого художника своя кисточка. И, соответственно, здесь я несу хореографию с той стороны, с которой я ее вижу. И как бы этим делюсь с ребятами. На данный момент полностью моя работа. Ну, мы, соответственно, как бы с руководителем прорабатываем определенные моменты, то есть совещаемся. Если что-то где-то не устраивает, мы подстраиваемся». «Побежим вот таким вот образом, выстраиваем диагональ и их встречаем. Ясненько?» Артисты коллектива не скрывают. Такой трехдневный мастер-класс от опытного хореографа – бесценный опыт. «Ну, во-первых, много терминологий, так как мы все в основном из детских коллективов. Где-то, конечно, у нас есть, где-то самодеятельность, где-то это школа искусства. Некоторые термины, конечно, мы потихонечку перенимаем в свою уже танцевальную культуру. И, конечно, это новый опыт. Поэтому с человеком, с Евгением Александровичем, мы сработались очень-очень быстро. Как-то так вот у нас произошла связь, сработала, заключилась. И работать нам комфортно, вполне позитивно. И посмеяться, есть время, и прерваться, и послушать истории из жизни Евгения Александровича тоже». Артисты уверены, новый номер составит серьезную конкуренцию коллективам на фестивале. А зрителям его представят на концерте в честь 50-летия 23 марта. София Ценко, Андрей Печоркин, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует...